Всем тихой ночи! С этого видео я надеюсь начать новую серию роликов, чуть более длинных, чем раньше, и максимально полных, раскрывающих все возможные аспекты того или иного явлений мира SCP. И самым первым таким будет история SCP-173, что символично. И это тот случай, когда рассказ пойдет и о историях внутри вселенной SCP, и в фандоме, и даже о событиях в реальной жизни. Начнем с реальности. В 92 году Изумиката заканчивает художественный университет в Токио и начинает зарабатывать на жизнь своими картинами. Поначалу он увлекается примитивными формами, рисует палочки и кружочки, размазывая краски по холсту пальцами. В какой-то момент к художнику приходит мистическое озарение, и он начинает рисовать странного вида существ, похожих то ли на младенцев, а может на призраков. А возможно, он рисует каких-то духов. Собственно, да, это потусторонние духи, потому что в последующих интервью автор расскажет, что его вдохновили истории из местности, где он провел детство. Там, где Изуми родился и вырос, жили простые и очень суеверные люди, которые верили, что они окружены множеством незримых существ, заполняющих собой каждый камень и дерево, духами камни. Маленький Като любил слушать такие истории, а потом шел играть на древних могильных курганах, где представлял, какие сверхъестественные существа могли бы там обитать. Именно их Изуми пытался изобразить в своих картинах. Такое искусство завоевало некоторую популярность, и в 95-м году он даже открыл собственную галерею, а также выставлял картины совместно с другими художниками. В какой-то момент он решил, что плоские картины это не то, они не дают возможности изобразить форму. Потому Изуми начал делать скульптуры, как будто вышедшие из его картин. Поначалу он пробовал работать с винилом, создавая из него маленькие фигурки младших духов. Но для духа могущественного нужен другой материал. В таком качестве была выбрана древесина камфорного дерева, потому что именно это дерево используют буддистские монахи для создания различных культовых фигурок, духов и богов. По словам самого автора, эти фигуры имеют особенно тесную связь с окружающим миром. А ещё интересный факт. Он выпиливал изначальную форму бензопилой, и только потом дорабатывал более тонкими инструментами. В 2004 году художник, а вернее теперь уже скульптор, проводит свою первую выставку в башне искусств японского города Мита. В том же году создаётся скульптура, не получившая даже имени. Она зовётся просто Untitled 2004, или Неназванная 2004. В реальности эта скульптура какое-то время путешествует по музеям, пока не оседает в коллекции некого Рютара Тахаши. Этот человек, кстати, работает психиатром и собирает довольно странные предметы. Например, картины художника Макота Аида, большая часть которых это 18 плюс контент. Так что скульптура в его коллекции определённо в хорошей компании. В интернете же у неё оказалась куда более богатая событиями жизнь, даже несмотря на отсутствие имени. В сети образ скульптуры начал приобретать популярность. И вот в один прекрасный день одно из её изображений появляется на анонимном сайте 4chan. В июне 2007 года в разделе X, анонимной барды 4chan, в том разделе, где обсуждают непознанное, мистическое и паранормальное, появляется сообщение, ставшее началом вселенной SCP. В этом сообщении, написанном в стиле документа некой секретной организации, описываются условия содержания объекта, той самой статуи. И говорится, что если на неё никто не смотрит, она начинает двигаться с огромной скоростью и сворачивает шею всем, до кого может дотянуться. А также производит омерзительную смесь крови и кала. Потому, несмотря на опасность, место, где она содержится, необходимо постоянно чистить. Увлечённые этой историей люди начали писать о другие объекты. Так, собственно, SCP появился. Сама история статуи практически сразу начала обрастать дополнениями и рассказами. И к вопросу, насколько каноничны рассказы по объектам. Как минимум, один из рассказов про скульптуру появился до самого сайта SCP. Далее я буду строить своё повествование в хронологическом порядке, опираясь на время появления самих рассказов и собирая из этого единую историю, как самого SCP-173, так и того, как менялся взгляд на него в фандоме. Конечно, иногда во имя связанного повествования я буду немного двигать рассказы во времени, но в целом буду стараться придерживаться такого вот принципа. Всё началось с отчёта некоего капитана армии, Генри Миллана, который во время военных учений нашёл в полуразрушенном здании странного вида бетонную статую. Этот человек предположил, что статую могли притащить на полигон в знак протеста против войны. Но никаких следов этих протестующих найдено не было. Только следы, похожие на деформированные следы ног. Зато Генри заметил, что когда люди покинули здание, из его комнат начали раздаваться странные звуки, как будто кто-то громко скрёбся о стены. И кроме статуи, шуметь там было просто некому. После подачи этого отчёта начальству, аномальный объект забрал себе фонд SCP. Перевозка статуи пошла не по плану. Судя по всему измерению, где SCP-173 был найден изначально, было погружено в череду непрерывных войн. Там, например, объединённая Европа на США нападает. Конвой, вёзший объект, был атакован. Контейнер с объектом открылся. И статуя, используя свои паранормальные силы, убила почти всех, кто её перевозил. В живых остался только один учёный SCP. По описанию, подозрительно похожий на доктора Клефа. Он в итоге смог безотрывно и не моргая смотреть на бетонную штуку несколько часов, пока не прибыла подмога. Получив на содержание 173-го, фонд сразу решил исследовать его при помощи другого объекта. SCP-181. Этот объект представляет собой женщину, способную видеть сразу и настоящее и будущее предметов, а также и людей, на которых она смотрит. Этот эксперимент как-то не удался. Женщина, взглянув на 173-го, просто потеряла сознание и не приходила в себя несколько дней. В следующий раз SCP-173 попадает в отчёты фонда, когда с ним пытаются вступить в контакт ещё один объект SCP-451-й. Это бывший работник фонда, в результате аномального воздействия, ставший невидимым для других людей и переставший видеть других сам. Он, желая закончить свои страдания, заходит в камеру к SCP-173, но статуя на него никак не реагирует. Возможно, она нападает только на видимых людей, а быть может, дело не в этом. Когда SCP-451 смотрит на статую, он почти ощущает недобрый разум этого существа. Он чувствует, что это чудовище насмешливо и злобно, и что оно не убивает его только потому, что знает, что оставить этого человека страдать куда более жестоко, чем убить. Статуя не убивает тех, чьи страдания невыносимы. Дело, кстати, всё ещё происходит в мире, истерзанном войной. Однако не грызня людей стала причиной его конца, а аномальная статуя. Как же так вышло? Однажды фонд SCP-173-й обнаружил ещё одну подобную статую и поместил её в ту же самую камеру содержания. Это было роковой ошибкой. Объекты начали каким-то непостижимым образом размножаться. Через несколько дней целая толпа статуи вырвалась из зоны содержания и разбрелась по миру, убивая миллионы людей. Местами распространения бетонной заразы даже пытались остановить ядерным оружием. Мир, в котором SCP-173-й объект был создан изначально, почти обезлюдил. А те, кто остались живы, похоже, были не самыми счастливыми людьми изначально, раз существа их не трогали. В итоге целое измерение стало настоящим кладбищем, наполненным смертельными статуями. Через какое-то время большинство из них, судя по всему, разрушились. Выжившие же люди одичали. Они стали жить племенами на руинах цивилизации, выставляя на границах своих поселений дозоры, задачей которых было лишь смотреть вдали и моргать по очереди. Одно из таких племён решило уберечь остатки человечества от существа, известного им теперь как незрячий идол, которым и была изначальная скульптура. Эти люди начали хранить монстра в одном из своих храмов. Они теперь занимаются содержанием своего идола многие сотни лет, соблюдая все необходимые ритуалы. Впрочем, когда-нибудь они ошибутся, и бетонное чудище будет свободно носиться полишённой разумной жизни планете. Переносимся в совершенно другой уголок мультивселенной, в мир Лол-фонда. То измерение, где все сотрудники яркие и классные персонажи, занимающиеся крутым содержанием не менее крутых объектов. Там в 92-м году в 19-ю зону был доставлен совершенно безопасный объект – красивая бетонная статуя, которая движется, когда её красотой никто не наслаждается, и стремится приблизиться к ближайшему человеку, потому что ей, видимо, скучно и одиноко. На содержании фонда объект проявил себя с лучшей стороны, развлекая сотрудников, например, тем, что иногда на статуе появляется сомбрера, что всем очень понравилось. Также объект постоянно производит вокруг себя сладкий пудинг, чем подкармливает всё население зоны. Местный Клев даже проникается к этой фигурке странными чувствами. Однажды он даже устраивает настоящее свидание с этим чудовищем, чем подтверждает своё звание одного из самых забавных сотрудников SCP. Статую находит и во многих других мирах мультивселенной, и в том, где фонд SCP – это просто тусовка друзей, изучающей аномалии. Там 173-я обнаруживается стоящим в заброшенном городе. Оказалось, что если на него не смотреть, он может так надавать по шее, что придётся долго потом лежать в больнице. Появляются такой объекты в мире Алексильвы, измерения, где Римская империя дожила до современности. Даже в той странной вселенной, где все объекты – это акулы, а единственное, чем занимаются агенты тайной организации – это бьют их в лицо, тоже появляется свой аналог. Много где происходит что-то похожее. Но главные события, как обычно, случаются в довольно неприметной реальности. В мире, где мать потеряла своего ребёнка, на этой почве обезумела и убила своего мужа. В порыве безумия она начала обмазывать труп бетоном, пока не получилась форма, похожая на то, чего она недавно лишилась, то есть на младенца. В процессе она смогла вложить в фигуру столько отчаяния и ненависти, что та ожила и начала двигаться, когда никто не видит. Создательница этого чудовища стала первой же его жертвой. Случилось это, похоже, в таком мире, в котором фонда SCP вообще никогда не было. И самодвижущаяся скульптура попала на аукцион организации Marshall Carter Dark. Стартовая цена – 20 миллионов долларов. Впоследствии статую кто-то выкупит и выставит в музее, где будет круглые сутки полно посетителей. Там ещё её голову изрисует какой-то молодой художник, изобразив каноничное лицо. Эта вариация объекта в какой-то момент даже почти утратила свои аномальные свойства, присытившись вниманием людей. Так а где же тот самый SCP-173 из зоны 19? В том мире, где его в итоге поставил на содержание фонд SCP, проснулся объект 2317 – пожиратель миров, и сделал то, что ожидаешь от такого существа – пожирал мир. Лишь небольшие остатки местного фонда SCP перебрались в другое измерение, прихватив с собой лишь небольшое число объектов, включая тот самый SCP-173. Какой-то информации, как фонд его приобрёл, не сохранилось. Эта конкретная статуя пребывает в зоне 19 в 93-м году. Теперь она находится в просторной бетонной камере содержания, а производимую ей субстанцию убирает класс D. Трое обречённых заходят в камеру, чтобы безотрывно смотреть на бетонный ужас, способный убить их одним движением. Поговаривают, что этот монстр очень хитёр, и может даже специально подстраивать такие ситуации, в которых у него получится кого-то убить или сбежать из камеры содержания. Со временем 173-й придумал, как располагать свои выделения и самому становиться таким образом, чтобы не совершить роковую ошибку при уборке комнаты стало невозможно. Тут фонду даже пришлось в какой-то момент привлекать другой объект, SCP-131, каплеглазиков, которые своими огромными не мигающими глазами не давали зловещей скульптуре двигаться. Они предотвращают множество побегов бетонного существа. С развитием сознания, 173-й начинает задумываться о своём месте в мире. Поначалу его мысли примитивны. Хруст – это счастье. Знаю хруст. Люблю хруст. Кости хрустят. Кровь на полу. Дёрганные движения штук. Потом штуки не двигаются. Глаза больше не двигаются. Но в итоге своих размышлений он доходит до достаточно сложной философии. Кто я такой? Вот бы мог я ответить. Само моё бытие – это загадка для меня. Я вижу лишь краткие всполохи чего-то. Но чего? Откуда они берутся? Кто или что я? Ну и конечно же объект придумывает всё более сложные способы постоянно сбегать содержания. Фонд SCP тоже не стоит на месте. Он пытается внедрять разные автоматизированные системы, хитроумные машины, убирать грязь с дронами. Впрочем, это приводит лишь к тому, что 173-й развивает свои способности всё больше. Потому в целом было решено не экспериментировать с новыми способами содержания. Хотя, кажется, идея просто подвесить объект посреди камеры, содержание оказалось удачной. Учёные организации продвинулись и в изучении самого существа. Например, было обнаружено, что он не трогает жертв, когда их убивает. Дело в том, что если объект приближается к человеку достаточно близко, и при этом человек на него не смотрит, его шея практически мгновенно выворачивается таким образом, чтобы смотреть ровно в нарисованные глаза монстра. Такое движение почти всегда смертельно. Чем же закончилась история содержания SCP-173? Ну, мультивселенная. В ней много фондов SCP и Зон-19. В одной из них решили, что содержать SCP-173 нет смысла, и просто разломали его кувалдой. Он оказался не особо прочный. В другой, во время нарушения условий содержания, на SCP-173 напал объект SCP-106 Старик и превратил скульптуру в гору пыли и ржавой арматуры. Бедные 173-и, все его ломают. Зато вот скромнику скульптура переломала все кости, что примечательно. А какая же судьба ждала этот объект в том странном мире, где SCP это сайт такой со страшилками? Там его убрали с сайта, и теперь у скульптуры просто нет каноничного образа. Сейчас в интернете можно найти огромное количество переосмыслений возможного внешнего вида 173-го объекта. На сайте даже есть целая галерея, где можно выбрать понравившегося. То есть мы пришли к тому, что читатель должен сам представлять внешний вид скульптуры. И как он это делает, так и правильно. Так произошло потому, что изначальный автор Изумиката разрешил использовать образ его творения только в некоммерческих целях, что несколько расходится с общей лицензией SCP, которая коммерцию не запрещает. Сообщество сайта долго думало, что же с этим делать, и в итоге решило просто избавиться от того 173-го, которого знает большинство. Зато теперь у нас есть несколько галерей возможных образов объекта. Среди них есть даже несколько вариантов, созданных самим Тревором Хендерсоном, автором Сиреноголового. Какой же в итоге этот SCP-173? Наверное, самый правильный ответ будет в том, что он разный, как и сам фонд. Всем пока!